Тема 816, как выбрать агентство недвижимости В Великобритании открылся стартап, который создает посредника между домовладельцами и агентствами недвижимости То есть помогает людям, продающим свои дома и квартиры, выбрать наилучшие для себя агентства недвижимости Как раз об этом, о посреднике между заказчиками и исполнителями Но только в другой медицинской сфере была моя идея медицинская консультация Слишком много агентств в Лондоне, к примеру, более 5000 агентств недвижимости И все они разные, как у нас, наверное, от полумашинников до высококлассных специалистов Обычному человеку разобраться в таком количестве агентств очень трудно Тем более, если он продает свою квартиру впервые Обычно об исполнителе мы судим по красивой обложке, офису, рекламе А красивая обложка не означает безупречную услугу Данный проект GetAgent, GetAgent Co. UK Как раз и помогает клиенту подобрать нужное для себя агентство Не только по качеству исполнения, но и по срокам исполнения заказа и по денежным Затратам, которые придется при этом понести Кому-то нужно выполнить заказ быстро и дорого, а кому-то медленно и качественно GetAgent Оценивает агентство по средним срокам завершения сделки По количеству выставленных на продажу объектов за последние полгода По удовлетворенности у клиента ценой продажи Даже зная эти небольшие цифры, уже можно понимать, какому агентству стоит доверить продажу своей квартиры Например, я больше доверила бы тому агентству, которое совершает больше всего сделок за небольшой срок Для владельцев недвижимости услуги GetAgent Бесплатны Этот стартап зарабатывает на комиссионных со стороны агентств недвижимости Ведь любое агентство готово заплатить некоторые комиссионные за готового клиента Поэтому для них сотрудничество с GetAgent Особенно выгодно Вместо того, чтобы тратить деньги на рекламу и красивые сайты Такие агентства могут повышать свои показатели и уже станут выше в Рейтинги Что непременно скажется на потоке новых клиентов Трудно оценить самостоятельно Мне в свое время с агентствами недвижимости везло Они всегда неплохо продавали мои квартиры В отличие от меня Сама я смогла быстро продать только одну квартиру И то, мне крупно подфартило На меня вышла клиентка, проживающая с матерью в том же подъезде Где продавалась эта квартира Ей было удобно приобрести еще одну квартиру именно в этом подъезде Потому она и вцепилась в нее как клещ И я смогла продать ее выше рыночной цены В одиночку я другие квартиры продавала месяцами Сначала, когда первый раз выйдет объявление в газете Все звонят На следующей неделе уже никто не звонит Из позвонивших придет посмотреть квартиру только половина человек И практически каждому что-нибудь в ней не понравится Этаж, планировка, перекрытие, маленькая кухня или длинный коридор Отсутствие евроремонта или слишком высокие потолки Вот через агентство все двигалось очень быстро Народ приходил Смотрел, не придирался Агентство ловко подбирало сложные цепочки Помогаю безденежным клиентам с кредитами, субсидиями и долгами по квартплате А всем остальным с оформлением договоров и прав на недвижимость Поэтому без агентств недвижимости при продаже жилья простому человеку не обойтись Но агентства, с которыми мне довелось столкнуться, очень разные Практически мало кто из них в нашем городе активно пользуется интернетом Одно из местных агентств вроде вело базу недвижимости и предоставляло ее в открытом доступе Но информацию по своим квартирам не проверяла Только понравится какой-то объект Потом оказывается, что он давно уже продан Актуальность базы не проверялась Кроме того, агент не мог ничего сказать о продаваемых квартирах Никуда смотрят окна Никакая планировка или отделка Он не видел разницы между Брежневкой и современной квартирой Потому и несмотря на внешнюю продвинутость Работало это агентство малоэффективно И это подтвердили результаты моей с ними работы Я через них ничего не смогла себе подобрать Правда, я не продавала, я покупала Другое агентство сайта вообще не имела Но публиковала в местной газете актуальные предложения Всегда быстро реагировала на звонки Сразу давала информацию по продаваемому жилью Какой этаж, куда выходят окна и тому подобное Поэтому оценивать агентство недвижимости Только по наличию продвинутого сайта Или по объему рекламы в газете Нельзя Можно сильно ошибиться Оценивать их можно только по объему Качеству и срокам проделанной работы Как это и делает сегодня этот новый английский стартап Кстати, он содержит интересную статистику Не только по агентствам Но и по ценам на жилье в разных районах Лондона И прочую полезную информацию Привлекая этим клиентов и вызывая у них еще большее доверие Пойдет ли бизнес в России? Пойдет ли такой бизнес в России? Сразу не могу сказать Мне кажется Все зависит от организации работы Если подать себя правильно То и народ, и агентство почувствуют свою выгоду И будут пользоваться В интернете мы, к примеру Давно уже не верим словам Мы самая крутая компания У нас самые довольные клиенты Ищем независимые отзывы и рейтинги А в более земной сфере гораздо труднее Выявить истинный рейтинг И найти реальные отзывы Никто этим специально не занимается И людям приходится выбирать агентства И прочие службы Практически вслепую А ведь даже помидоры нельзя вслепую покупать Я прежде чем купить килограммчик помидоров В нашем местном магазине Всегда спрашиваю у продавщицы Какие из имеющихся у них помидоров Дольше пролежат Какие слаще Какие более натуральные Какие более мясистые У которых тонкая кожица И внутри нет белых жестких наростов Ведь купишь не те помидоры Считай Потерял деньги и лишился хорошего ужина Что уже говорить про более дорогие покупки И продажи Одна такая Ошибка может стоить потери не только денег Но и нервов Выбирать не только агентство Такой бесплатный Посредник будет очень полезен Не только в сфере недвижимости Но и в сфере медицины Ремонта жилья Выбора юридических услуг Везде куча фирм-исполнителей И никакого реального рейтинга Все время приходится накалываться Получать массу негатива Потом опять начинать искать с нуля И так далее Я в свое время очень ошиблась И с выбором установщика окон Купилась на его красивую рекламу по телевизору И с выбором строительной фирмы Которая делала в моей квартире ремонт У нее было красивое название И большая реклама в местной газете В результате окна пришлось переделывать И ремонт самим доделывать После такого разочарования Я вообще боюсь куда-либо обращаться Никогда не знаешь на кого попадешь А из-за этого Кстати, многие местные фирмы Не добирают клиентов Люди просто не знают Какую фирму выбрать Долго ищут Прицениваются И откладывают дела на потом Хотелось бы прийти к умному Вежливому человеку И попросить его Рекомендовать мне Хорошего установщика окон Который денег возьмет Не слишком много И окна качественно поставит И мусор после себя уберет Либо попросить Подобрать мне строительную фирму Которая делает ремонт В заявленные сроки На оговоренную сумму Все доделает И потом не кинет меня С недоделками И тем более Бесплатно Если в каком-то городе Откроется подобная фирма Мне кажется Клиенты у нее найдутся Это будет как Яндекс в интернете Люди приходят в Яндекс Узнать информацию Что Где можно найти И Яндекс предлагает людям Не обы что А тщательно подобранный Ранжированный Специальным образом Список страниц И посещаемость Яндекса Ого какая А подобная Яндексу Городская фирма Которая точно так же Будет ранжировать И выстраивать в порядке Приоритета для клиента Агентства недвижимости Или какие другие фирмы В соответствии Со своей направленностью Тоже по умолчанию Должна стать Популярной И деньги она будет Зарабатывать Как Яндекс Не с тех Кто к ней пришел То есть Обычных пользователей А с тех Кого она рекомендует Коммерческих фирм Как раскрутить этот бизнес Первым делом Конечно Нужно действительно Разбираться в сфере Выбранного бизнеса Уметь собирать Анализировать И представлять Статистические данные А затем будете Раскручиваться И это будет Не настолько трудно Как кажется Можно очень красиво Подавать себя Как бесплатную услугу Народ бесплатности любит Можно обзванивать Все объявления В газете Из тех Что продают Дома и квартиры И предлагать их Подателям Своё решение Проблемы Можно запартнериться С другими фирмами Например Фирма Запартнерилась С фирмой Которая предоставляет Услуги хранения На Западе Это очень популярная Услуга Можно Запартнериться С мебельными Магазинами И вообще Со всеми Магазинами Которые продают Товары для Дизайна и ремонта Квартиры С фирмами Занимающимися Дизайном И ремонтом Квартир Каждому Своему Клиенту Предлагает Выплатить Дополнительные 100 фунтов Стерлингов Со сделки Мы тоже Можем Придумать Что-либо Подобное Открыла Реферальную Программу И если Вы сами Пока дом Квартиру Не продаете Но продает Ваш знакомый Сосед Или родственник Рекомендуя ему Сервис Подбора Агентства Недвижимости Вы можете Заработать 150 фунтов Вполне Реальные Варианты Для наших Параллелей Наш человек Тоже не прочь Заработать Такую сумму За рекомендацию 150 английских Фунтов Это по Сегодняшнему Курсу 12800 рублей Так что Бизнес Социально Полезный Вполне Реальный И денежный Как любой Бизнес В сфере Недвижимости Музыка Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok